Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. Показатели экономические и социальные напрямую зависят друг от друга. Это уже давно ни для кого не секрет. Сегодня попытаемся разобраться в том, как демографическая политика влияет на развитие целой отрасли экономики. В последнее время в России одним из наиболее активно растущих является рынок товаров и услуг для детей. Ежегодное увеличение объемов продаж в этом сегменте доходит в среднем до 10%. Экономисты связывают изменения этих экономических показателей с показателями демографическими. Так, увеличение рождаемости на 1% приводит к увеличению рынка на 300 миллионов рублей. В масштабах страны, конечно. В Белгородской области в нынешнем году родилось больше 15 тысяч детей. По сравнению с годом прошлым, это всего на 0,3% больше. Однако, именно 2012 год был рекордным по росту рождаемости. Тогда увеличение произошло почти на 8% к уровню 2011. Такой рост рождаемости, что само по себе замечательно, однако стал причиной большой проблемы – нехватки мест в дошкольных учреждениях. Один из способов решения – создание частных детских садов. Это позволило не только увеличить количество мест для воспитания малышей, но и дало толчок к развитию нового вида малого бизнеса. То есть спрос породил предложение. Все по законам экономики. Более того, на этапе формирования данного рынка услуг правительством области и страны оказывается весомая поддержка предпринимателям, которые желают открыть группы дневного пребывания детей. Только в этом году сумма такой грантовой поддержки составила 10 миллионов рублей. Еще в октябре предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, получили по 1 миллиону в качестве прибавки к первоначальному капиталу для открытия бизнеса. В итоге в регионе появится с десяток новых малых предприятий. А для белгородских малышей будет создано порядка 300 мест в детских садах. На самом ли деле одним махом удалось решить две проблемы? И почему современные родители готовы платить деньги за то, что в принципе можно получить и бесплатно? Может быть, качество отличается или доступность? О частных детских садах, как о бизнесе и о многообразии современной сферы услуг для белгородской детворы в нашем сюжете. Светлана Кузнецова не так давно открыла первый и пока единственный частный детский сад в Бубкине. Педагог по образованию и сама мама двоих детей, она решила, что если и уйти в бизнес, то только в такой. Это не авантюра, это как бы обдуманный шаг такой в течение долгого времени. Я думаю, бизнесом это назвать тоже нельзя, потому что здесь получаешь в денежном эквиваленте, тут мало, скажем, не наживешься на этом. Здесь именно нужно, да, чтобы ты любил детей, чтобы ты мог с ними общаться, чтобы они тебя любили. Подготовка необходимых документов для получения статуса учреждения по присмотру и уходу за детьми заняла около двух-трех месяцев. В будущем Светлана рассматривает возможность получить еще и лицензию на обучающую деятельность, чтобы детище ее стало настоящим детским садом, хоть и маленьким. Ведь он умещается на первом этаже частного дома Светланы и ее семьи, поэтому имеет полное право называться семейным. Однако для того, чтобы воспитывать здесь не только своих деток, пришлось кардинально изменить помещение, чтобы оно соответствовало строгим нормам. Мы и дополнительно утеплили полы, перебрали, мы перекрасили стены, ну, естественно, вот мебель же, детская кроватка. Еще мы заказали, у нас еще будет вот кухня тоже сделать, парикмахерскую, детскую поставим. Ну и сами игрушки, оно вроде кажется, вот их как бы и не видно, они теряются тут, но это денег и много. В плане финансов на первоначальном этапе Светлана справилась своими силами, но в будущем собирается участвовать в конкурсе на грантовую поддержку от государства. Можно получить от 300 тысяч рублей из окружного бюджета до миллиона из областного и федерального. Заявку наша героиня уже подала. Надеемся на вот эту помощь денежную, которую, если мы получим, мы к лету хотим поставить детский комплекс, площадку во дворе. У нас есть там домик, сейчас песочница, качели, но это вот делалось для своих детей, но сейчас вот пока гуляем там. А хотим поставить комплекс, хотим застелить, значит, покрытие сделать хорошее, чтобы в любую погоду можно было гулять с чистой обувью. Пойдем ручки мыть, молодцы, детишки, все за ручку взялись. Пока здесь воспитывается всего шесть детей, при максимальной наполняемости групп 12. Ну и сад работает всего пару недель. Оплата за посещение составляет 10 тысяч рублей. При этом половина суммы должна компенсироваться родителям из областного бюджета. За малышами присматривают няне и два воспитателя с большим педагогическим опытом. Питание доставляется из другого, муниципального детского сада. А в планах на будущее у Светланы полностью отдать весь коттедж под детское учреждение. А этому бизнесу уже семь лет. Сегодня это большой просторный центр семейного развития и досуга. А начиналось все с небольшой студии английского языка для самых маленьких. Три подруги-выпускницы Белгородского госуниверситета решили, что непременно должны придумать что-то новое и необычное, и обязательно полезное для детей. И придумали. Семь лет назад они стали одними из немногих, кто обучал иностранному языку трехлетних малышей по новейшей методике, овладеть которой и сейчас можно лишь в столице. Мы отправились на курсы, прошли эти курсы, успешно очень, и начали работать. Первая группа детей, конечно, были очень малочисленные, но очень быстро эти детки и их родители рассказывали детям, какие замечательные преподаватели имеются, какая замечательная методика, которая научит детей. Не просто повторять и заучивать наизусть слова отдельные английские, а также общаться на английском языке. Вот так все и началось. Рекламная кампания, конечно, была. Это были какие-то объявления в газетах. Ну, конечно, не очень много этой было рекламы. В основном люди у нас потом пошли уже по отзывам. Первые несколько лет студия размещалась в небольшой квартире на первом этаже жилого дома. Но затем сами родители воспитанников подсказали идею. Было бы неплохо, если бы кроме курсов английского их дети могли посещать в одном месте сразу несколько кружков. Так появился целый центр, где нашлось место для развития творческих способностей от рукоделия до театрального мастерства. Конечно, открытие каждой новой студии – это поиск педагога. Руководители центра считают, что постепенно им все-таки удалось создать настоящую команду. Должна сказать, что да, это нелегкая задача. Потому что, я думаю, каков ты сам, и такого же ты подбираешь педагога, чтобы он рядом с тобой был, находился и работал. Так же, как работаешь ты. Ну, вот, работая очень азартно зажигающей, мы ищем таких же людей, которые не безразличны к детям, которые приходят на работу не просто на работу, а приходят сюда для того, чтобы научить детей чему-то новому, показать им, что они могут, открыть в них таланты, предоставить им огромные возможности и показать, что действительно реально все, это все можно. Только немножко ребенка подтолкнуть к этому. Сегодня этот бизнес приносит его создателям не только доход, но и удовольствие. Три подруги уверяют, что они счастливые люди, ведь каждый день идут на работу с радостью. Здесь их ждут любимые воспитанники и их довольные успехами своих чат родители. И все это удовольствие еще и приносит доход. Это ли несчастье? Люди платят деньги за качество. То есть ты должен отвечать за результат, а мы за результат свой отвечаем. И видя результат, видя отношения педагогов, у нас все педагоги энтузиасты, они абсолютно неравнодушны, любят свое дело. И вот за это люди готовы платить. Естественно, еще плюс система бонусов. Да, если ты оплачиваешь одно занятие, это одно занятие. Если ты посещаешь несколько студий, соответственно, это система скидок. Если еще там более трех, то это уже какие-то бесплатные, дополнительные идут студии, которые можно посетить в любое время. Поэтому люди платят за то, что они получают качественные, хорошие продукты. В планах открыть еще один филиал, чтобы воспитанникам, живущим в центральной и северной частях города, было проще добираться на занятия. Виталина, ныряем. Молодец, молодец. А это один из четырех детских бассейнов, открытых семьей Макаренко в Белгороде. Первый из них стал первым в своем роде еще в 2009 году. Идея была совершенно новой для нашего города, но перенятой супругой Олега из Новосибирска. Там она работала тренером в студенческие годы. Когда уже в Белгороде в семье появился ребенок, семейная пара решила, что бассейн для грудничкового плавания просто необходим. Первыми клиентами стали они сами и коллеги по прогулкам с колясками в парке. Все организационные вопросы помогли решить владельцы того самого Новосибирского бассейна. Помню, самые главные сложности, с которыми мы столкнулись, это был подбор персонала. Потому что бассейн первый, никто ничего не знает, специалистов по грудничковому плаванию нет в Белгороде. Поэтому сначала мы с супругой сами работали. Ну и в процессе уже находили людей с педагогическим образованием, со спортивных факультетов, специалистов по дошкольному образованию. И вот тем, кому это было интересно, мы их направляли в Москву, в Институт восстановительной медицины. Ну и дальше вот уже с ними работали. Вот сейчас у нас такой сплоченный, я могу с гордостью сказать, коллектив, дружный уже долгое время. Я думаю, что профессионалов. Сегодня у семьи Макаренко уже появилась конкуренция. Но удержаться на плаву им помогает не только статус первооткрывателей. Олег уверен, и сформировавшиеся за годы костяк постоянных клиентов, и пребывающие новички, это результат ответственного подхода к работе. Ведь маленькие дети – самые капризные клиенты. Если малышу не понравится инструктор, или качество воды вызовет негативную реакцию маленького организма, родители больше не приведут свое драгоценное чадо именно сюда. Стараемся сделать так, чтобы людям было здесь комфортно. То есть все время ищем что-то новое, какие-то новые программы внедряем. Также следим за новинками в сфере водоподготовки, чтобы у нас всегда было, в общем-то, чисто, уютно и комфортно. И приятно вот слышать, когда родители рассказывают, как они приходят в спортшколу по спортивному плаванию, и там говорят, что вашего ребенка пятилетнего не возьмем, потому что у нас только 7 лет. Но когда там тренера видят, как он плавает, то сразу его берут. Вот это, конечно, нам приятно. Мы стараемся добиваться вот тех целей, которые поставили. И, видимо, в этом и содержится залог успеха. Ариш, заходи, моя лапочка, заходи. Забота о своих маленьких клиентах, а в данном случае пациентах, стала главной движущей силой и для Натальи Зубенко. 16 лет она занимается детским медицинским массажем. Неоднократно слышала от родителей, был бы центр, нужен центр. То есть постоянные очереди в поликлиниках уделяют мало времени, очень мало. То есть врачи бы готовы побольше, но так как я сама работала в третьей детской поликлинике, я знаю, что это такое. То есть врач мог бы уделить больше времени, но если к тебе приходит 80-90 человек, естественно, по 3-5 минут больше ты не сможешь уделить, как бы он ни хотел этого сделать. И в голове сидела эта идея. И с утра до ночи у меня график очень тяжелый с 10 до 10. И я это слушала-слушала и как бы вот решила попробовать создать такой центр. Так, 5 лет назад появился первый и пока единственный в области детский медицинский центр, где собрано 25 одних из лучших специалистов Белгорода. Помощь в организации и открытии центра оказывалась и городской, и областной администрациями. По линии фонда поддержки малого и среднего предпринимательства были выделены средства на покупку дорогостоящего оборудования, а также предоставлено отремонтированное помещение на льготных условиях аренды. Единственное, чего по мнению руководства здесь пока не хватает, это аппарата УЗИ. Стоит он очень дорого, но просто необходим в любом уважающем себя медицинском центре. А потому его приобретение главная цель на ближайшее будущее. Ценовая политика, как утверждает Наталья, здесь основана на доступности услуг. Я считаю, цена, если вы сравните, дешевле намного. То есть я это специально сделала, чтобы все слои населения могли приходить и лечиться. Не просто, что вот у меня много денег в кармане, я приду, я смогу их отдать, только помогите. Нет. Понимаете? Тут же на такси приедь, что мама одна с ребенком целый день, как она сможет приехать? Такси, прием, пожалуйста. То есть ценовая политика, я пыталась сделать так, чтобы как-то помочь. Ну, и ребенку уделяется до 20 минут приема. Ни 3, ни 5 минут. И родители готовы платить за такое внимание к своим детям действительно хороших специалистов. Ведь здоровье, особенно детское, бесценно. Недостатков пациентах в центре никогда не испытывали. Благодаря моему стажу, то есть как вот сарафанное радио, да, вот это вот, и сайт. То есть благодаря сайту люди нас узнают. Востребованность большая. В плане, что, опять же, в поликлинике очереди. Хотелось бы большего. Сильных специалистов приезжают из районов, из областей. Пользуемся спросом. Как бы нужны. Есть одна особенность у бизнеса, основанного на оказании услуг для детей и их родителей. Как правило, в эту сферу приходят и удерживаются в ней, успешно развиваясь, не только и не столько ради получения прибыли. Такой вывод напрашивается после общения с героями нашей сегодняшней программы. Все как один энтузиасты. Именно с энтузиазма они и начинали свой бизнес. Желание сделать детский мир более комфортным, радостным и прекрасным. А когда любовь к своему делу, к своим маленьким клиентам и пациентам совпадает с предпринимательской жилкой и благоприятными экономическими условиями, это ли не залог успеха? На этом прощаюсь. Новые акценты через неделю расставим их в правильном порядке в эфире и на сайте мирбелогория.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин